ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛЕ Да какая неделя? Четыре дня, блин! А у нас погодка такая, плюс восемь градусов, это вообще... Ну ладно, не о том. Сегодня мы будем делать ФИАТ Браво. Тут я что-то закосячил, обозвал ее ПУНТОЙ. Ну в комментариях меня поправили, бдительные подписчики. Спасибо. Так у меня сомнение вкрало, что-то он очень на Браво похож. Все равно. Ну, говно по ремонту. Ну ладно. Сегодня мы покрасим крылышко, покрасим бампер. Хорошо знаете чем? То, что крыло у нас загрунтовано эпоксидным грунтом. Мы сначала думали это транспортный черный, попытались его оттереть. Не трется. Так, ну ладно, это все хорошо. Бамперы крылом мы сегодня покрасим. Для особо нетерпеливых. Вот значок, переходим на тему сразу. Ну это для тех, у кого свимором не очень. То есть, ни в коем случае не хочу обидеть. Сразу можете в тему переходить. Ну а с утра, как всегда, анекдот. Жена с кухни кричит. Милый, шо тебе сегодня на ужин приготовить? Устрицы в нормандском соусе. Ну пельмень так пельмени. Хе, вот такой анекдот. Не проследил, шо у дяди Олежи закончился кофе. А без кофе дядя Олежа не работает. Поеду, сгоняю. Вот так же. Сегодня у нас передачка будет в таком режиме непонятном, я скажу. Сегодня мы будем... Основная тема работа у нас будет на втором плане. А на первом плане я расскажу, какой инструмент нужен новичку, чтобы начать. То есть, я это говорил уже в другом видео, но снимал это дома, не показывал. И это как бы было все вскользь, а вопросов очень много. Что нужно для начала, что нужно купить. И поэтому я решил сделать отдельный урок. И сделаю его в папочке оборудование и материалы. То есть, чтобы человек... То есть, чтобы ссылочку давать. Потому что видео очень много. И действительно, да, люди смотрят, люди учат, что-то там находят, какую-то информацию. Но не всю, потому что видео очень много. Сзади, не по названиям, это нереально все увидеть. Так что, как бы, вот сделаю отдельные некоторые блоги, буду делать. Где буду более популярно отвечать на вопросы, которые мне задают. Ну, это как бы сейчас мы немножко в сторонку отойдем. А именно по работе, что мы сегодня займемся? Именно по работе мы займемся... Сегодня я хочу покрасить бампер и крылок, как я уже говорил, да? Еще у нас капот. Учитывая конструкцию автомобиля, что это очень большой геморрой разбирать и собирать ее. Мы решили немножко другим способом все сделать. Немножко рискованным. Ну, как я посмотрел, вроде бы ничего тут такого сложного будет. Мы будем делать капот, не примеряя его на машине. То есть, крыло мы сейчас померили, крыло у нас встает в зазоры. Ну, единственное, это Тайвань, да. Немножко между дверью и крылом, немножко чуть-чуть больше зазор. Ну, как бы в допустимых пределах. А встает все ровненько. Значит, ну, кронштейны мы это все повыгибали, там было все гнуто. Встает сейчас все нормально. То есть, руками там это все отогнули. Тут как бы крыло является всей основной частью, блин. Все на крыле висит. То есть, там пару кронштейнов погнулось, их руками мы выпрямили. Ничего не тянули, поэтому я упустил. Ну, а крыло сейчас мы будем... Вернее, капот. Сейчас покажу, как померить, чтобы правильную геометрию капота мы сделали. Ну, тут даже я не знаю, как вам показать. Короче, вот, Толик у себя выставляет. И вот здесь я по зазорам выставляю. Ну, видно, что у нас еще провалено. Как бы, что поворот у нас одинаковый и ровный. Это очень радует. Единственное, у нас завалена вот эта часть. Видите, здесь даже по углам он ровный, что на Тайване бывает очень редко. Сейчас нам нужно выпрямить будет вот эту часть. Ну, и подравниваем. Вот, как видите, у нас здесь ребро-перелом. Я чуть-чуть с той стороны уже подбил. Вот это ребро-перелом. Когда мы будем выпрямлять, выстукивать, чтобы у нас яму здесь не сделало, то есть мы эту граничку придерживаем. Ну, чем-нибудь тяжеленьким. И прошли. И-то опять лучше несколько раз померить. Так. Тут еще не нужно. И-то-то. Так. Вот так, да? Ты вот тут ровняй. Держи ровный. Вот, пальцы вот тут поставь. Вот. Я угол тут держу. Так. Так, держи. И-то чуть-чуть. Так. Ну, вот, как мы видим, у нас получилась вот такая картинка. Сверху, наверное, не видно. Ну, вот тут вот у нас ямка. Не было видно? Вот, видите, да? У нас получается ямка. Такой хоккей нам не нужен. То есть, такой слой сюда валить на край не стоит. Сейчас мы обратным молоточком все это потер. Ну, как бы, и подтягиваем по чуть-чуть. Держи. Без фанатизма привариваем. Конечно, если есть поттер, это намного удобней. Придержит. Сильно вверх. Без затирания. Причем. И обрезаем. Ну, и снова применяемся. Потому что поработали мы молоточком еще. Преобнести с вытойной. Так, получается у нас. Чуть-чуть приохнущен. Ну, и чуть-чуть поправляем вверх. Контрольная проверочка. Все, отозорчик вас устраивает. Его можно убирать. Вот эту поверхность зачищаем до металла. Так как мы тут и варили, и работали. С обратной стороны, вот здесь вот есть дырочки в усилители. В эти усилители можно попрызгать мавилью с аэрозоли. Аэрозоли я показывал, когда делал мавиль. Ну, и не будем дальше как бы углубляться. Как работ делать, я недавно показывал. То есть сейчас, для пущей уверенности, покрываем немножко эпоксидным грунтом. Тоненьким. И даем просохнуть. То есть это все хорошо очищаем. Потому что здесь мы и краску пошли, и откололи, когда выравнивали. Она отслоиться могла от капота. Так что ремонтное место желательно почистить. Обработали грунтом эпоксидным. Отставили, занимайтесь другими делами. Когда высохнет, уже можно будет шпакливать. Раз пошла такая пьянка, здесь вот у нас еще жук есть. Такой нехилый, да? Тоже как с ними бороться? Надо его вычищать. Вычищать полностью. Такой нехилый. Если у нас дальше рыжих пятенок нету, то оставляем. Также сейчас тут заматуем и покроем эпоксидным грунтом. Вот, допустим, у вас округлая поверхность, здесь ямка, да? Вы можете ее и так переложить. Но вот особенно вот эти низы, когда вы имеете округлую форму, и она у вас неровная по всей длине. То есть прикладывая его вот так вот, вы можете протянуть и набить хороший маяк вот здесь. То есть или где пошире. Вот так вот переложили все. Шпатер не вот так держим, а всегда вот так вот, как бы облизывая, заглаживая. Тогда вы намажете нормальный слой. Ну, по технологии работы со шпателями я не буду сегодня углубляться. Толик, убери. То есть это все есть. Зайдите в папочку. Покраска. Там кузовные работы. Там это все есть. И как ходить, гулять по каналу тоже. Зайдите в папочку. Верхняя строка – это последние добавленные, но вам не надо. Это если вы следите каждый день за видео, видео выходит каждый день. Тогда вам та папочка актуальна. Если же вы новичок, первую строку можете не смотреть, залазьте сразу в нижнюю строку. И там все в папке. Все по папкам. Нажимаете, открываете папку и увидите. Короче, инструкция есть. Папочка «Зелой рация» и там есть «Как гулять по сайту». По каналу. Все разберетесь. Если что, как бы свяжитесь вконтакте со мной, в Одноклассниках, неважно. По Ютубу можете задать вопросы. Можете на рацию съесть. И я вам все объясню. Еще шпатель. Вот такой длинный. У меня длинный. Этот шпатель в основном, он имеет несколько функций. Тоже такой шпатель приобретается в строительном магазине. Это шпатель для стен. То есть это не автомобильный шпатель. Но, как бы, если брать его в автомобильном магазине, похожий шпатель, тоже яйцо, только вид сбоку, да? А цена в два раза ниже в строительной. И этим шпателем, вот, например, крышу стягивать. У вас большая плоскость. Чтобы маленьким, коротким шпателем не делать, все, вот, завалил и стянул крышу. Это тоже я показывал, как им работать в уроке, когда мы делали инкассаторский бронюбин. Тоже посмотрите, поищите. Так. Еще им можно проверять плоскость. Так, подставил, вместо линеечки. Тоже очень удобно, очень хорошо. Так что, вот, что касается шпателей, да? Это первонаперво. Как бы, в описании, чтобы далеко не терялось это видео, я вам дам в описании под видео, с какого времени начинается именно вот эта тема. Далее. Когда вы уже все... Какими шкурками, да, пользоваться, многие говорят? Ну, я называю шкурка. Многие называют наждачная бумага. Ну, по сути, эта наждачная бумага и есть. Шкурки, это пошло старое название, когда мы начинали работать, у нас все шкурки были на матерчатой основе. Как бы хорошие были, но все равно сейчас удобнее. Сейчас я на бумажной основе. Вот, шкурки идут, по-моему, от 40, вот градация, да? От 40, и вот такого плана доходят, по-моему, наверное, есть до 800-ки, но не важно. В основном я такими работаю. Начинаю я затирать шкуркой 80, потом перебиваю эту рисочку перед тем, как второй слой наложить. Почему перебиваю? Потому что если вы не перебьете, у вас может быть просадочка. То есть лучше ее, вот, вы выровняли 80-точкой, 120-точкой прошли сверху, и второй слой шпаклевочки наносим. 120-ка, потом шкурочка идет, да, для выравнивания. И еще раз перекладываем там, и когда вы уже к концу все уже выводите последний слой, 240-точкой перебиваете это все, вытираете под 240, и на 240 вы уже наносите грунт. Можете 320, ну, как бы 240 просадку не дает нормально. Потом грунт замываете 800-й шкурочкой. Я затираю грунт на мокрую, замываете грунт 800-точкой, то бишь, и красите. То есть, многие спрашивают, нормы расхода шкурки, да? Шкурки, нормы расхода у каждого индивидуальные. То есть, я вам советую просто взять, вот, для начала работы, допустим, вам делать крыло и капот, да? Возьмите по метру 80-ки, 120-ки, 240-ки. Ну, это что касаемо грунта. Вот, подготовите по грунту, вы увидите, какая ваша шкурка больше ушла, какой вам нужно больше брать. Увидите, какой меньше ушло. И то есть, вы свой расход примерно определите, вы уже потом будете глазом видеть, сколько вам нужно. По шпаклевке то же самое. Никто вам не скажет нормы расхода. Ремонт бывает разный, слои бывают разные. То есть, шпаклевочки тоже. Возьмите банки по килограмму. Стекловолокна. Универсалочки. Ну, финишки там особо много не надо. И финишки. Грунты. С грунтами здесь даже я как бы не попадаю. Все время как бы хочется больше с запасом. Но очень много грунта выкидывается, потому что он тупо засыхает. Но грунты все равно советую брать. Вот 4 к 1, допустим, взял. Вот протект грунт 4 к 1. Выглядит он вот так. Он идет со своим отвердителем. То есть, и работаем. Под светлые краски у нас светлый грунт. Под темные краски темный грунт. Что еще? Ну, как бы это уже не в тему. Давайте я чисто по оборудованию. А то я уже в технологии начинал. По оборудованию вам еще нужен компрессор, в первую очередь. Какой компрессор выбрать? Смотрите, в папочке оборудование и материалы. Там я рассказываю про компрессор и про влагоотделитель. Еще вам нужен будет сварочный аппарат. То есть, сварочный аппарат. Ну, у меня вот такой. У меня вот такой сварочный аппарат. Как бы он меня устраивает. Вот, как видите, здесь 5-килограммовая бухточка идет проволоки. Здесь протяжный механизм. Валик на 0,8 и на 0,6 проволочку. Говорят, у нас 0,6 проволочка появилась. Хочу вот попробовать взять. Говорят, очень актуально, когда ток слабенький. У меня слабенькое напряжение. Так, к нему, короче, берете газовый баллон. Баллон наполняется углекислотой. Углекислота это тот же газ, что у нас в газированной воде, в огнетушителях. Ну и вот, как бы, сам компрессор, да, и влагоотделитель я сделал. Это вы посмотрите в том видео, где, как бы, я и говорил. Бараночный, бараночный пистолет. Вот так вот он выглядит, одевается на флакон с баранком, подсоединяется вот сюда шланг и, то есть, наносите на пороге в основном антигравий, то есть, я его называю баранок. Фен строительный. Очень помогает. Где-то шпаклевочку подсушить, где-то что-то снять, нагреть. Ну, снять, я имею в виду, герметик или там наклейки. Короче, нужен он. При работе с пластиком он нужен. Ну, дрель должна у вас быть, либо шуруповерт. Вот, если вы будете занимать кузовщиной и заниматься и тянуть, вот, набор цепей у вас должен быть. Ну, у меня тут разный, вплоть, как бы, до якорной. Тут дружок мне привез. Ха-ха, да, веник обязательно нужен в хозяйстве. Ну, и после покраски вы полируете, да, полировочная машинка у вас должна быть обязательно. Выглядит она вот так, похоже она на болгарку, но это не болгарка. Это не болгарка, хоть и похоже. Здесь, как видите, защитного кожуха нету. Вот такая ручка. Здесь регулировочка у нас. Она от 600 оборотов до 3000. То есть, как полировать, это тоже есть в отдельных видео. И эту байду я уже показывал много раз, но, как бы, вот в отдельном хочу все это в кучку собрать, чтобы вы примерно знали, что вам нужно будет. Для сварки, когда будете кузовными работать, вот таких щипцов, пару штук я вам советую взять. Чем они удобно? Вот, допустим, вы порог варите, да, ну, или деталь какую-то, чтобы ее не держать. Вы ее вот так закрепили, чик, защелкнули, они у вас держатся. И также они отщелкиваются. Ну, про орбитальную машинку я не буду рассказывать. То есть, я тру, делаю все хендмейт, то есть, ручная работа, да, то есть, и, то есть, тут на любителя. Можете брать, можете не брать. Печурочку, блин, Саша варит, вон, свет тухнет, блин. Печечку это вы сделаете, если что. Что еще вам нужно? Вам нужен еще будет поливизатор для покраски, да, покрасочный пистолет. Ну, на самом деле, у меня такой пистолет, вот, все его уже видели, знают, Валеру. Вот так он называется, многие там спрашивают. Пистолет идет, ну, я скажу, как должно быть. 1,3 дюза идет под лак и металлик, 1,4 дюза идет под акриловые краски, 1,7,2, ну, вот такой промежуток 1,7,2 идет под грунт. То есть, ну, у меня вот тут дюза 1,4, я окрашиваю и металлик, и акрил. Все, интересно, справляется. Ну, интересно, расход, да, чуть-чуть побольше, конечно. Ну, может, как бы хорошо. Пистолет идет ХВЛП, вот, если можно посмотреть, вокруг дюза, вот тут вот, 10 дырочек. То есть, это ХВЛП, у него раздув лучше, у него укрылистых лучше. То есть, пистолет китайский. У меня вот тут в вагоне маленькая тележка, еще один, там еще один валяет. Ну, как бы все рабочие. Так, вот, пистолет, да. Вот, дядя Толя припал, блин, нервную систему успокаивает, видите, шарики сидит, лопает. Нормально. Ну, вот, если кузовной работой будете заниматься, вот такая растяжечка вам незаменима. То есть, ну, это насос для растяжки, здесь вот быстрый разъем. Это у меня стяжка идет, то есть, она работает на стягивание, 10 тонн у нее усилия. И вот это расталкиватель. Так он у меня в уголку стоит, вот сюда он подсоединяется, как видно, быстрый разъем. Расталкиватель. Ну, и к нему куча тяг, там и всяких приспособ. Ну, бардак такой, не обращайте внимания. Козелки вот такие должны быть. Можно пеньки делать. Ну, а как обойтись без стапеля, тоже у меня есть видео. Вытягиваем, по-моему, кар, колхозным стапелем называется. Там я показываю, как у меня сделано крепление, чтобы можно было тянуть машину без стапеля. Как бы, если у вас есть стапель, есть куда его поставить, это тоже очень хорошо. Ну, и, конечно, лучшая подруга кузовщика, это болгарка. Обрез отличный. Да. Ну, средства защиты я уже не говорю, меня часто ругают, что я не пользуюсь. Да, да, мой косяк бывает, не пользуюсь, хочется побыстрее как-то все сделать. Болгарочка у меня вот такого плана. Но они бывают разные. У меня с регулировочкой. Покупал я ее за 45 баксов, то есть она дешевенькая, но работает уже два года. Уже не раз на ней щетки менялись. Ну, что еще? Чайник. Вот такой он у меня немножко грязный. Это первое. Это первое. Чайник. Оборудование. Да, это первое оборудование кузовщика. Потому что иногда что-то не получается. Самый лучший вариант. Сесть, посидеть, успокоиться, попить чайку с печенькой. Поспать можно. Можно, да, можно домой пойти, да и все. Так, ладно. На болгарочку вот такой круг обязательно. Ну, я не знаю, я беру немецкий, вот мне на год хватает вот такого. Я особо так не занимаюсь таким геморрой. В основном меняю части. Ну, иногда нужен. Ну, и круги, конечно, к болгарке. Набор ключей, набор головок для разбора, сборки машины. Да, защитные средства я уже говорил. Можете еще сделать обратный молоток. Как бы лучше сегодня я вам показывал, как работать им. И там у меня еще есть несколько видео. То есть, ну, обратный молоток – это замена спотеру. Конечно, спотер лучше, но так сразу денег не собрать. Если у вас есть деньги, у меня не из-за денег его нет. У меня просто его некуда ставить. Здесь гараж маленький. Переедем в другой гараж, обязательно возьмем спотер. Ну, обратный молоток выглядит вот так вот. То есть, это сам стержень, который вы потом будете вручную приваривать. Да, груз, который ходит по этому стержню. И упор. То есть, привариваем и оттягиваем. И вот так же можно, вот тут вот есть резьба, я чуть-чуть засрал немножко. И вот так же можно использовать, как и спотер, можно сделать сюда гаечку, крючки. И вытягивать там, ну, по-разному можно. Ну, конечно, спотером лучше это делать. А так, точечно, как бы, очень выручает обратный молоток. Особенно в те места, где вы не можете подлезть с обратной стороны. Ну, вот, как бы, экспресс информация, вроде так, немножко дал, что вы должны иметь. Ну, молотки и всякую мелочь, отвертки, это я не говорю. Вот, я говорю, что у вас основное должно быть. Определитесь, какие работы вы больше будете делать. Вот, допустим, начнете ли вы с кузовных работ, то есть, или с покрасочных. Конечно, если вы только начинаете, лучше на своей машине потренироваться, да? И когда вы уже выйдете на тот уровень, что вы будете машину красить, тогда я советую вам лучше быть маляром, чем кузовщиком. Маляр – это последняя точка, кто делает. То есть, если вы просто кузовщик, вы сделали, отдали маляру. Он вам столько шишек напишет, блин, что все по вашей вине, все криво-косо. А косяк, даже если будет и его, если краска слезет, скажет, вот ты так сделал. Так что лучше быть и кузовщиком, и маляром. Не торопитесь все это быстро так начать, стать специалистом. На это уйдет, может быть, не один год, когда вы будете уже делать, и когда ваше имя будет уже известно, когда люди будут ехать именно к вам, будет создаваться очередь. Не торопитесь. Одним днем это все не придет. Поделайте, потренируйтесь на машинах, друзьях. Возьмите старенькую себе машинку-тлепту, сделайте. Сделайте ее, и потом, когда уже сделаете, продадите, какую-то копеечку навара получите. Не расстраивайтесь, если что-то не получается. У нас тоже много чего не получается, все это исправляется. Подумайте, успокойтесь, на следующий день за переделку беритесь. Ну, вот вроде бы по сегодняшней информации все информативное, да? Но мы еще посмотрим. Сейчас, пока мы тут красить будем, сзади то ли что-то выравнивать, что-то выпрямлять, то я еще что-то сниму. Наверное, мы не так сделаем. Давайте мы на сегодня урок закончим. А покрасочку крыла и бампера я сделаю отдельным уроком, так как бампер у нас новый, крыло у нас новое, то мы сделаем это отдельным уроком. Ну, а на сегодня тогда все. И напоследок. Анекдот! Ну, история, на самом деле, это притча, это не анекдот, но тоже смешно. Жили, короче, два друга, кореша вообще, не разлей вода, да? И очень любили они в казино играть. Казино, лотереи, игроки, короче, по жизни. Ну, и случилось так, один уехал в Америку, уехал надолго, приезжает там через три года, да, едет на лимузине, короче, едет. Ну, и мимо церкви проезжает, смотрит, друг его, Санек, там сидит на паперте, да, весь голодный-холодный. Он выходит весь в костюмчике, пиджаке, говорит, блин, здорово, Санек, он. Вася, а ты, что ли? Ну, я, как ты, жив-здоров? Ой, да вот, все плохо, видишь, все проиграл. Все, а смотрю, ты-то хорошо же еще выиграл, что ли? Да нет, ты знаешь, играть бросил. Вот такой, не знаю, анекдот это или притча. Ну, ладно, напоследок тогда анекдот расскажу какой-нибудь. Ну, представьте себе, учительница, да, учительница там, ботаники. Ну, зарплата маленькая, насобирала себе там за три года работы на колечко, маленькое такое, тоненькое колечко, и там маленький-маленький бриллиантик. Ну, если в увеличительность его смотреть, его видно. Ну, чувство гордости обуяла учительница, да. Блин, показать некому, подруг нету ничего, думать, блин, ну, не похвастаться никому. Пойду в магазин, заходит в булочный отдел, ну, там пулки, да, лежат. И она такая руку протягивает. А, девушка, а у вас вот эта булочка свежая? Продавщица. Свежая. А вот эта булочка свежая? Свежая. Смотрит-то, а не замечает. Ну, а вот эта вот булочка свежая? Продавщица такая. У нас все булочки свежие. Вот такой анекдот. Немножко жалко учительницы. Ну, ладно. А сегодня на этой веселой ноте мы заканчиваем свою передачу, так сказать, да. Я думаю, информация все-таки была информативна. В комментариях можете писать, что еще нужно на первую очередь. Кто, не обязательно это профессионалы, постоянные участники. Можете написать, чтобы люди читали в комментариях, что, с чего начать, что лучше сделать. Ну, короче, поняли, да, ход мысли-то. Вот так вот все. Ну, присылайте свои видео на конкурс. Уже видео я принимаю. 20-го числа, наверное, будем открывать уже конкурс. Может, 25-го. И уже видео поступают. Уже несколько я выкинул, но папки закрыты. Ее даже папку саму не видно. Победитель получит машинку Риоби. А на сегодня все. Всем добра и бабла. Здоровья всем. Хорошего настроения. Солнышко такого, как у нас. Солнышко не обязательно должно быть на небе. Солнце должно быть в сердце, в душе. Тогда вам даже в пасмурную погоду будет на душе солнечно. Солнышко будет, когда у вас друзья будут рядом. С кем пообщаться. Заходите на Золу-Рацию. Очень много на нашем канале Олег Несеров-Брест. Очень много хороших, добрых людей, которые всегда вам помогут советом, когда поддерживают. Общайтесь в комментариях. Если вы одинокий человек, если вам грустно, не обязательно быть кузовщиком, не обязательно быть маляром. Просто зайдите, пообщайтесь. Если у вас плохое настроение, включите ролик, посмотрите. Просто, просто развейтесь. Зайдите на Рацию и пообщайтесь с людьми. Вот и все. Давайте немножко внесем вместе с этим солнышком, немножко доброты вообще. Вообще. Когда вы будете около себя добрую ауру создавать, тогда и у вас все дела будут спориться, вы не будете чувствовать себя одиноким. Ну и все. Здоровья всем. Удачи. Добра. И бабла. Вагон и вот такую телегу. Все. Пока.